Итак, боевики так называемой Сирийской свободной армии, которая борется с армией подконтрольной Башару Асаду, покидают свой оплот пригород города Хомса Бааб-Амар после почти месяца сопротивления правительственным войскам. Есть неофициальные сообщения, что задержаны несколько сотен сирийцев и выходцев из других стран. Из зоны конфликта передает наш специальный корреспондент Анастасия Попова. Главный оплот свободной сирийской армии город Хомс, в районе Бааб-Амар непривычное для этих мест затишье. Выстрелы раздаются редко, да и то в соседних районах. Солдаты дом за домом прочёсывают кварталы, на узкие улочки танкам не проехать. Найдены новые туннели и склады с оружием. По данным спутников близких командований, среди изъятого у выживок оборудования есть спутниковая система снижения, противотанковые снаряды и оружие разного калибра. Маркировка американская, британская, французская и израильская. И впрочем, и сами боевики уже не скрывают, что вооружение приходит к ним из-за рубежа. Нам удалось договориться о помощи со стороны Франции и США. Так что теперь у нас есть оружие и ракеты «Земля-воздух». Шесть боевиков сдались в плен. Прези них есть и сирийцы, по некоторым данным их около 600 человек, и иностранцы. 118 из арабских, ещё 26 из других стран. И гражданку пока не сообщают. Но ранее уже приходили сообщения о том, что в Холмске задержаны турецкие, кунисткие, ливийские солдаты, снайперы из Европы и французские военные. Были даже сообщения, что французы пробили считать себя военно-пленными. Хотя официально ни Франция, ни Фирия войны не объявляли. Министерство обороны пока не комментирует эти данные. Меня зовут Салих, я из Баапамра. Тут каждый день была стрельба. Они атаковали дома, терроризировали мирных жителей, разрушали улицы. Этим занимались боевики. Они стреляли в нас, в мирных жителей. Они использовали взрывчатку. Надеюсь, ситуация наладится, а пока мы даже из дома не можем спокойно выйти. Мы напуганы. У боевиков были все возможные виды оружия. Пытаясь уйти, боевики от отчаяния открыли по армии шквальный огонь из почти всех оставшихся видов оружия. За полтора часа прогремели больше двухсот мощных взрывов. На дорогах они вывели баррикады из мешков с камнями и арматуры. Такие блокпосты сносили уже танками. По солдатам стреляли снайперы, но их вычислили и, по некоторым данным, задержали. Пять боевиков все же вырвались из края оцепления. Они ушли в сторону Ливана, до границы от Хомса, около 20 километров. И там горы охранять пограничную зону сложно. Другая часть обступила в когда-то знаменитую туристическую меку, прежний предпочек Рагда-Шавальен. Еще одна группа напала на деревне в долине Вади-Ан-Насара. Большинство христиан, которые проживали в историческом центре Хомса, бежали из города именно туда, своим родственникам, которые занимаются сельским хозяйством в плодородной долине. В самом Хомсе они стали следующими после мусульман Алавитов, кого стали отстреливать. Боевики разрушили и сожгли церковь. Единственным путем спасти для христиан было бегство из города. Дороги сейчас перекрыты, оставшиеся банды боевиков преследуют военные. Но в целом город Хомс уже под контролем сирийской армией. На статье Попова Михаил Виткин, Петти, Кири.